Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове на 101FM. Программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня Валерий Турул и депутат УЗС 4 и 5 созывов. Валерий Николаевич, добрый день. Добрый. Я думаю, что начнем мы наш сегодняшний эфир с итогов года работы Васильева в нашем регионе. Но мне хотелось бы, чтобы Вы подвели некие экономические итоги. Поскольку Вы в основном по экономике и бизнесу. На Ваш взгляд, экономические итоги года работы в Рио губернатора в чем? Во-первых, для того, чтобы я уже не раз об этом говорил, подводить какие-то итоги, должна быть какая-то работа, которая может быть оценена. Очень сложно говорить, если этой работы не было. Поэтому шел элемент самотека, и поэтому экономикой никто не занимался серьезно. Если кто-то пытался обозначиться, то кроме неприятностей ничего не имел. Либо его не слышали, либо имели отрицательный результат. Поэтому я бы не хотел как экономические итоги подводить. А я думаю, Вы еще спросите по бюджету и так далее. То характеристикой экономических итогов является сама характеристика бюджета. То есть каких-то побед? Да. Я думаю, что нет. Никаких побед нет. Кроме того, что отдельные вещи и направления, они просто перестали существовать. Как направление деятельности в экономике. Приведите пример сразу. Ну, к примеру, скажем, я не могу охарактеризовать, что восстановилась система работы с малым бизнесом. Она практически отсутствует. И все это пущено на самотек. Более того, те элементы, которые с годами нарабатывались в виде не только поддержки, а развития малого предпринимательства, сориентированного на инновационную деятельность, они по сути закрыты эти направления. И поэтому много говорят о развитии МСП, малого и среднего предпринимательства, но практически ничего не делается. Я могу точно так же, как похвала звучит, там лесопромышленный комплекс. Я думаю, что наступит сентябрь, когда мы должны будем отчитываться по итогам лесовосстановления. Деньги, которые мы получаем от аренды лесов, они во многом должны использоваться на эффективное лесохозяйствование, на лесовосстановление. Ну, здесь еще мы вернемся. Я думаю, что и прокуратура будет этими вопросами заниматься. И те флаги, которые поднимали, мы там миллиард дадим и так далее. Я думаю, что это из оперы фантастики и так называемых виртуальных ожиданий, и не более того. Потому что реалии определяют в конечном счете жизнь. Мы предполагаем, жизнь располагает, где люди живут, и что они там делают, и как они питаются. Ну, вот вы сами заговорили про лес. Как вы оцениваете работу по наведению порядка в лесной сфере, создание системы ГИСЛЕС, мобильные группы лесничьих, которые призваны следить за соблюдением лесного законодательства? Вы сейчас так улыбаетесь. Да, но я просто, вы это называете как некая заслуга, что это вот вроде бы появилось. Оно всегда было. Я цитирую. Да, просто оно всегда было. А вот в отношении ГИС, ну, насколько я владею ситуацией, информационные системы, они присутствовали. И еще при Никите Юрьевиче, если помните, там пилотный проект был, 10 предпринимателей с использованием информационных систем, спутниковых съемок. Они проверяли на использование их расчетных участков лесосек, и они были обвинены в том, что они переруб сделали. То есть несовпадение тех карт и тех межевых документов, которые у них были по лесопользованию, не совпали с картографией, определенной через спутники. И в результате там 10 уголовных дел было возбуждено. Поэтому вот это еще тогда свидетельство о том, что какие-то информационные системы у нас уже работают и используются. Я не говорю, правильно это или неправильно, это косяки просто вскрылись тогда, что абсолютно необъективно документы оформляются, на них ставится печать, и потом за это же еще люди и отвечают, что им выдали документы с нарушениями, а потом они же еще в этом и виноваты. Но я не об этом хотел бы сказать. Если уж говорить о ГИС, то надо говорить о масштабной, серьезной работе, которую бы я назвал пространственное проектирование развития нашей территории. В данном случае по экономическому ресурсу лес. Тогда, я думаю, что можно тогда говорить, что есть какая-то победа. А вывести на интерактивную доску карты, где чего-то сделано, они всегда существовали. И есть вывести и показать, что мы это делаем. Всегда это делалось в конечном счете. Ну и еще один элемент, в общем-то, давайте, если к году экономическому возвращаться, Васильева, то, слава богу, как говорится, Алмис там попытался статус-кво свой восстановить по лесным ресурсам. Но он же год-то не работал, он только судился. А это инвестор, крупный инвестор. Такова работа с инвестором, который год затормозили вот эти все процессы. Но и только уже когда прижали к стенке одним местом правительство Кировской области, они пошли уже на какие-то мировые соглашения, начали возвращать леса нашему одному из предприятий, собственному инвестору. У меня возникает при этом масса вопросов дополнительных, а что происходит вообще в этом отношении. Под видом наведения порядка в лесу идет, кроме как рейдерского захвата вот этих лесных ресурсов, я это назвать не могу. Рейдерского захвата с целью. Я не знаю, с какой целью. Цель одна. Цель получить какие-то деньги, наверное. Мы с этим еще будем разбираться, я думаю. А то, что за достижение считается, что наши арендаторы вынуждены брать лес с начальной цены 500 рублей, я думаю, это не есть победа. Это есть ущемление нашего собственного бизнеса. А было? Была от кадастровой стоимости, от расчетной стоимости, от 50-80 рублей начальная цена для собственных предпринимателей. А в результате понятно, что от 500 сделали, вошли соответствующие потенциально называемые инвесторы, которые забрали этот лес и отдают теперь в аренду, в субаренду нашим же предпринимателям не по 500-700, как они давали, а уже по 1000-1200. Вот и все. То есть тема, ну, я не знаю, как это назвать. Я могу, конечно, назвать, но обидеться, наверное, в нашем правительстве. Потому что это абсолютно необдуманные шаги, и они не имеют экономической целесообразности. Это гибель нашего собственного производителя. Я вот думаю, что мы в этом месте ненадолго прервемся. Я напомню, что это особое мнение Валерия Турулла, депутата ОЗС 4 и 5 Созывов. Сейчас на небольшой перерыв уйдем, и через минуту вернемся в студию. Особое мнение на 101FM Мы возвращаемся в студию. Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня все так же Валерий Турулла, депутат ОЗС 4 и 5 Созывов, наш постоянный эксперт. В первой части в нашу редакцию позвонил предприниматель Андрей с вопросом Валерию Николаевичу. Я думаю, что мы этот вопрос озвучим. Андрей поставляет березу на фанерные комбинаты, и он спрашивает, зачем нужен 31-й областной закон, если есть система ЕГАИС. Они друг друга дублируют. Валерий Николаевич, ответите. Я думаю, что это правильный ответ, что у нас не только в данном случае идет дубляж многих вещей. Я могу даже привести примеры, когда идет один и тот же процесс с двойным стройным налогообложением. Поэтому я думаю, что наведение, вот здесь я согласен с Василием, наведение элементарного порядка, оно предполагает не дублирование какими-то нормативными документами шагов предпринимателей, а осуществление и внедрение принципа одного окна. Когда минимальные идут препятствия, а принятие законов – это в любом случае обеспечение чьих-то гарантий, но за счет ликвидации и ущемления чьих-то интересов и прав. Поэтому с Андреем я готов, в общем-то, встретиться и проговорить ситуацию, а как оптимизировать вот эту систему отношений для того, чтобы минимальное воздействие имело вот эта нормативно-правовая база, которая во многом ограничивает эффективную предпринимательскую деятельность. И таких ситуаций очень много. Пожалуйста, пусть он мне позвонит, 919-502-9141, либо Володарского-2, это 23-й корпус, 5ГУ. Володарского-2 – это в районе шинного завода, около ДК Шинников. Поэтому пусть подъезжает, я там постоянно хожу. Я надеюсь, да, что Андрей Вас слышал. Валерий Николаевич, недавно Игорь Владимирович отчитывался перед депутатами ОЗС как раз по году работы. Кроме депутатов, конечно же, там было много заинтересованных лиц. Вот вы там были? Нет, я там не был, но я владею ситуацией, потому что информация все равно имела доступ в этом отношении. Меня крайне поразило отсутствие критического анализа этого года работы. Отсутствие критического анализа от самого Игоря Владимировича или депутата? Ну, от самого. Ну, зачем? Это же алогично. Он же должен был показать, что он что-то делал, и в данном отношении, я думаю, все это объяснимо. А вот другое дело, что объясняли и как воспринимали депутаты законодательного собрания, вот здесь возникают серьезные вопросы. И вчера, извините, был печальный день, там похороны были ректора медицинского университета нашего, Шишинова. Игорь Петрович, я с уважением к нему отношусь, и память его будет жива. Но там был бомонд, то есть практически все собрались, и я подходил к нашим депутатам и говорил, слушайте, ребята, я не понимаю, это что у вас там творится за тусовка, когда практически никто ничего не мог сказать, а все оценили абсолютно положительную деятельность и приняли к сведению. А мне там даже наивные такие вопросы задают, а что мы должны, это же к сведению, мы и голосовали к сведению. Я говорю, к сведению это означает, вы одобрили линию, вектор поведения. И в данном отношении, наверное, должны были прозвучать какие-то критические замечания, вплоть до того, что кто-то воздержался, а кто-то и проголосовал против. Это сигналы для правильного поведения губернатора. Я не знаю, будет он или не будет губернатором, но в данном отношении это правильное поведение, это линия рихтования, доворачивания этих векторов до нужных ракурсов, которые должны принести желаемые результаты. Но этого не осуществлялось, и я думаю, что Дума, вернее, не Дума, законодательное собрание показывает абсолютную свою беззубость в попытках управлять нашей территорией, создавать условия для нормальной жизнедеятельности населения этой территории. А лично у вас какие были бы замечания по экономике и по бюджету, например? Ну вот, Юля, если вы помните, я и в четвертом, и в пятом в САЗОВе очень часто выступал и критиковал наше правительство за то, что кредиты постоянно возрастали, потому что, когда пришел Никита Юрьевич, тогда было около 2,5 миллиардов у нас долг перед кредитными учреждениями. К окончанию первого срока уже было около 12 миллиардов, и на последнем этапе около 17 миллиардов. Но тогда была продумана, на мой взгляд, очень мудрая схема, я не буду говорить, чья-то заслуга, но думаю, что там есть частично и моя заслуга. Когда мы вот эти коммерческие все кредиты сумели перевести в межбюджетные кредиты на федеральном уровне, там на 20-25 лет под минимальные ставки, по сути дела, это подаренные деньги были федеральным бюджетом. И на сегодняшний день мы опять вернулись к цифре порядка 17 миллиардов. Это коммерческие кредиты, которые, в общем-то, я думаю, что потянут нас еще не один год и не одно поколение, куда мы идем. По сути, мы становимся заложниками сберегательного банка, и он становится собственником этой территории вместе с нашими детьми и, может быть, будущими детьми. Поэтому я думаю, что с точки зрения анализа бюджета, и практически 95% это пополняемая из различных источников, не наша составляющая. Я могу только сделать один вывод, что в течение года бюджет провалили, и он не имеет своей перспективы. Если наполняемость бюджета, о чем мы спорили всегда с белых, может только осуществляться не за счет спекулятивных сделок и фейковых валовых региональных продуктов, несуществующих, приписанных, то в данном отношении только реальный сектор экономики может повлечь развитие территории и наполняемость бюджета. А реальный сектор экономики продолжает падать. И свидетельством тому является, что вот заявление Игоря Васильева о том, что он стоит за развитие нашей территории, звучит несколько неубедительно, потому что мы получаем в этом году 1 миллиард рублей за агломерацию. Агломерация – это не что иное, как поддержка каркасной модели построения экономики, когда люди свозятся с земель в определенные территории, по сути, резервации, где работы нету, ничего нету и реально ничего делаться не будет. А вы имеете в виду дорожный миллиард? Нет, мы из бюджета федерального в этом году получаем 1 миллиард на агломерацию, вот это сохранение каркасной модели. А на следующий год, если мы будем сохранять эту тенденцию сворачивания реального сектора экономики, мы еще получим 1 миллиард 400 миллионов. Это специальная программа, по которой правительство Российской Федерации финансирует программу агломерации региональную по сведению всего населения в определенные точки. Я категорически всегда выступал и буду выступать против этой модели, потому что моя точка зрения заключается в том, что где человек находится, он там должен эффективно существовать и развиваться, у него должна быть полнота условий для эффективной экономической деятельности на этой территории, где он находится. Другое дело, есть такой термин расселение, это не переселение, а расселение, когда эта точка превращается у него в комфортную точку для жизни существования, с высоким уровнем дохода, качеством жизни и так далее и тому подобное. Вот о чем идет речь. Вот я за такую систему развития, а не за ту, которую сегодня государство, по сути дела, платит для того, чтобы мы потом самоедством занимались и друг друга сжирали в этих резервациях, куда нас сегодня насильно, по сути дела, вытесняют и сгоняют. Я думаю, что Васильев должен на этот вопрос дать ответ. Он все же действительно за развитие нашей территории. Если за развитие территории, тогда есть предмет разговора, но тогда ты отказывайся от этого миллиарда, который дают нам на агломерацию. Или ты что, будешь обманывать федеральный уровень власти? Я, скорее всего, подумаю о том, что он обманет нас, учитывая, что он не является нашим жителем, и мы ему во многом, в общем-то, не являемся ни родственниками, ни друзьям, ни кем. А вот обмануть свое правительство вышестоящее, я думаю, он не решится. Следовательно, вот здесь есть серьезнейшая проблема, оправдывая ли нам, говорит Игорь Васильев. С точки зрения развития экономики, с точки зрения наполняемости бюджета. Потому что источниками наполняемости может только реальный сектор экономики быть. А если говорить о какой-то перспективе нашего бюджета при существующей долговой нагрузке. Вот Игорь Васильев пообещал на 18-20-е годы сформировать бюджет с профицитом. Реально ли это? Решит ли это проблемы региона? За счет чего это можно сделать? Ну, начинающие студенты в экономических вузах, они отлично понимают, что развивающаяся экономика, она не может быть профицитной. Развивающаяся экономика, она предполагает дефицитный бюджет. То есть это связано со скоростью оборачиваемости ресурсов. И поэтому всегда до 10% это допускается нормальная составляющая бюджетного дефицита развивающейся экономики. Когда речь идет о профиците, то речь ведется прежде всего о структурной перестройке экономики. Где выживать должен только тот бизнес, который может в этих условиях обеспечить высокую норму прибыли. А я пока таких отраслей у нас не вижу. Торговля нефтью. Вот правильно, нефтью, газом, проституцией, торговлей оружием, что там еще может быть. Да, алкоголь, но алкоголь сегодня находится под контролем силовых структур. Я думаю, туда нас уже не пустят. Тем более уржунка наша падает в своем качестве. Регионы соседние отказываются ее покупать, в крайнем случае, на меня, как президента некоммерческого партнера. Так, подождите, подождите, про бюджет. Выходит, а это бюджет. Акцизная составляющая, это наполняемость бюджета. Это бюджет. И немалая доля бюджета, это вятич и уржунка, нам дает немалую долю бюджета поступления. А у нас сегодня регионы соседние отказываются приобретать, учитывая, что качество продукта резко упало. Поэтому это все бюджет. И я здесь, кроме каких-то засечек в голове, больше ничего не могу сделать, потому что я не вижу механизмов, и они нигде не декларируются, каким образом мы будем решать ту проблему профицитного бюджета, не снижая уровень жизни населения. А, следовательно, единственный только источник для этого существует, это вывертывание рук у малого и среднего бизнеса и у наших пенсионеров и бюджетников. Вот и все. Вот и все. А как это будут делать? Я, например, таких моделей не знаю. Нет, знаю. Это возможно. Но в военное время. В военное время это возможно. Когда все ходят по струнке, ограниченные права и возможности, и по карточкам все получают паёк. Всё. Я очень хочу с вами обсудить ещё отмену льгот, возможную отмену льгот по налогу на движимое имущество для юридических лиц. Но, наверное, сделаем мы это с вами после небольшой рекламы. Это особое мнение Валерия Турула, депутата УЗС 4 и 5 созывов. Чуть раньше мы уйдём на рекламу и скоро вернёмся. Особое мнение. На 101FM Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение депутата УЗС 4 и 5 созывов Валерия Турула. Давайте поговорим про возможную отмену льготы по налогу на имущество для юридических лиц. Мы буквально накануне эту тему обсуждали у нас в студии. И гости, которые у нас были, высказали мнение, что на самом деле федеральный центр требует от регионов установить максимальную ставку по этому налогу, чтобы максимально собирать налогов на территории. Вот это, в принципе, возможно, имеет что-то общее с реальностью? Давайте так скажем, что налог на движимое и недвижимое имущество, он называется налог на имущество субъектов предпринимательской деятельности, он организовывался достаточно понятно, на мой взгляд. Когда период амортизации имущества 5-7 лет, а это смена технологии, вполне логично завершался тем, что в себестоимость вкладывалась вот эта и амортизационная составляющая этот налог, и это было безболезненно для предприятия в тех условиях, где имеет стабильная экономика, где правила игры абсолютно понятные, они не меняются, тогда вроде бы здесь всё логично и всё нормально. В конечном счёте это в себестоимость уйдёт, рынок отрегулирует порядок ценовой, конечной продукции и так далее. Но что на сегодняшний день у нас происходит? А происходит, никто не ориентируется на экономическую целесообразность развития тех или других предприятий, ведь когда выводили льготы, я же участник тех процессов, которые, в общем-то, сегодня пытаются отменить. Ведь вводилось, и вот это ограничение на налогообложение, связанное с недвижимым имуществом, оно предполагало введение ещё одной льготы на инвестиционные вложения, потому что мы понимали, что амортизация полностью имущества может быть не сделана, а рынок требует снижения себестоимости продукции. Для того, чтобы выйти с конкурентной продукции, мы вводили льготу ещё и на недвижимое имущество, причём в сфере именно производственной. Ну, такова была логика, и она, на наш взгляд, была правильной, потому что дальше Ковалёва анализировала, а какие доходы мы получили в результате того, что увеличивали обороты инвестиций и так далее и тому подобное. Но прежде всего это связано было с модернизацией производства, с заменой технологий и так далее и тому подобное. То на данный момент, я думаю, это вот с предыдущим вашим вопросом связано о том, что профицитный бюджет нам надо делать. И когда, скажем, каждая территория начинает просить денег для того, чтобы был бездефицитный бюджет, ну, хотя бы формально, дайте нам федеральные деньги, и мы, в общем-то, будем жить в шоколаде. Федеральный бюджет сказал чётко, а вы ищите у себя источники. Вот один из источников, пожалуйста, отменяйте льготы, которые у вас существуют. Я думаю, что это будет удар очень серьёзный по реально действующему предпринимательству, и это увязывается с тем миллиардом, о котором я уже вам говорил, с агломерацией. Когда создаются дополнительные условия для того, чтобы реальный сектор, ну, снижал свою конкурентоспособность и сворачивал свои объёмы производства. Обратите внимание, четвёртый-пятый созыв. Стрижи, Стрижевский завод, там, скандал, обанкрочивание. Мы его спасаем, вытягиваем, правдами-неправдами. Председатель профсоюзного комитета, который отстаивал сохранение этого предприятия, дополнительно, погибает, находит его утопленным, там, с высокой долей, как у этого мальчика, смертельные дозы алкоголя в организме, нарядным и так далее, якобы он с галстуком рыбачил, там, на рыбалке находился, да. То есть ситуация была такая, но мы контролировали её, да, с гибелями и так далее, спасали. Вот проходит, как мы не контролируем эту ситуацию, сегодня что со Стрижами происходит? Банкротят, Мурвегина возьмите. Аналогичная ситуация. То есть я думаю, что вот эти вот вопросы, которые сейчас мы говорим, ужесточение отношений с действующим бизнесом, в том числе с движимым имуществом, это элементы свидетельствуют о том, что мы входим в новую полосу передела бизнесов, сферы влияния. Я по-другому это назвать не могу. Но этим занимается Сбербанк очень активно. Неугодные, кто находится на больших кредитах, они просто банкротятся и всё. Сегодня мы наблюдаем аналогичную ситуацию. Для того, чтобы расширить поляну вот этого передела, ну, вводится вот подобная процедура. И поэтому не случайно там Сураев, Киселёв, как депутаты, действующие на сегодняшний день, они, в общем-то, высказывают, мягко говоря, непонимание всего происходящего, не только с точки зрения нашего региона, а в целом на федеральном уровне. Потому что это идёт линия, чистейшая линия ликвидации реального сектора экономики. И за это платят нашему бюджету миллиард в этом году, в следующем миллиард четыреста миллионов. Ну, а смысл его ликвидировать? Мы же понимаем, что это источник пополнения бюджета, что в 2018 году у нас выборы президента. Нет, а вы что такая наивная, Юля? Смысл. А кто видит смысл во всём происходящем вокруг нас? Это видят только те люди, которые сформировали данный сценарий, живут, и для них это смысл существенный. Слышали, такая теория называется, теория управляемого хаоса, да? Вот это из этой истории, когда создаётся условие, которое объяснить практически невозможно, но они вызывают неудовлетворение людей, и люди ищут выход из этой ситуации, но найти не могут, и у них есть два пути, либо выйти на улицу под руководством Навального, их сразу голову снесут, либо сидеть у себя и тихо в тряпочку молчать. А в результате вот в этом хаосе, кому-то же это надо, как говорят, в мутной воде ловят крупную рыбу. Поэтому для кого-то это хаос, а для кого-то это порядок. Поэтому в данном отношении многих вещей объяснить практически невозможно. Точно так же, как вот вышло сейчас постановление буквально два дня назад правительства Российской Федерации о цифровке нашей жизнедеятельности, цифровых технологий и так далее и тому подобное. С одной стороны, от этого уйти уже невозможно, а с другой стороны, не даётся ответа, а что будем дальше делать, когда всю рабочую силу заменим на автоматы, роботов, дроны и так далее и тому подобное. И в данном отношении возникает уже на первое место вот мой недалёкий ум, он говорит, стоп, ребята, тупик, всё, кирдык. Модель потребительского общества уже не работает. Значит, сегодня мы должны рассматривать другую модель. А что же сегодня является сферой производства? Я должен сказать, что сферой производства является система здравоохранения, система образования. Это уже не сфера услуг, а сфера производства, не материальных активов, которые должны включить мозги, собрать эти мозги и потом включить уже в реальный сектор экономики. Управление вот этими машинами, автоматами, контрольной ситуацией. Но, извините, это очень сложная проблема. Это значит, ребёнку уже в детском садике за его успехи надо платить. Это работа. Родителям платить. В школе за успехи платить. И вот селектировать вот этот мозг коллективный, который мог бы вот этим всем управлять. А у нас разве государство этим занимается? Оно наоборот. Из тебя три шкуры выжмет и при этом даст такие знания, которые, ну, нельзя назвать знаниями. А чёрт знает, чем можно назвать. Поэтому вопрос очень серьёзный. Мы стоим на пороге, как говорил там литературный классик, да, на пороге большого шухера с точки зрения вот этой психологии всей системы отношений. Потому что, я ещё раз говорю, сегодня кризис наступил экономической модели. Три фактора производства дополнились ещё двумя факторами. Информация и нематериальные активы. А они, вес их один к десяти. То есть, десять материальных элементов равны только одному этому, который по весу, значимости. То есть, в десять раз значимость нематериальных активов возросла по сравнению с материальными активами. И вот эти бандитские захваты, там предприятия, переделы, они носят уже несущественный характер по отношению к тому, на каком уровне экономики мы сегодня, в общем-то, находимся. Но для этого я рекомендую, вот кто слушает, там, почитать Шваба, четвёртая промышленная революция. Это руководитель Доводского клуба, это олигархи, это вот эти крупные и так далее. Но они уже вынуждены были прийти к выводу, что мы стоим на достаточно серьёзной планочке такой, которая качается, и вот-вот мы упадём. Детский, помните, это идёт, пычок качается. Вот то же самое у нас сегодня происходит в экономике. Но мировая экономическая мысль уже пришла к пониманию того, что необходимо искать выход из этой ситуации. И в тех моделях, которыми мы сегодня руководствуемся, мы справиться с этой ситуацией не сможем. Нужна другая модель. А давайте ещё в конце программы, у нас пять минут осталось, про визит Путина поговорим. А что о нём говорить-то? Что состоится, не состоится, мы же отлично понимаем, что... Ну нет, подождите, подождите сейчас. В начале августа нам обещают приезд высшего должностного лица, как это формулируется. Вот когда приезжает барин, извините меня за эту формулировку, у него принято что-то просить. То есть всегда, когда приезжал Путин, Медведев, федеральные министры, у них что-то просили. Что мы можем попросить сейчас? Ну, я бы не так переформулировал. Ну, я участник, опять же, тех процессов, когда к нам приезжали ещё в тех созывах, то мы специально проводили мозговые штурмы, что необходимо обозначить, как проблематику, в которой нужна федеральная помощь. И прямое распоряжение и дача поручения, оно здесь же прямо на глазах это могло осуществиться. Но все отлично понимали, что не более трёх можно попросить вещей. А дальше уже просто обращать внимание не будут. Следовательно, должны быть определены приоритеты и что-то такое быть сделано. Исходя из вот этой вот модели, я думаю, что приоритеты уже определённые существуют. Я могу только догадываться, на чём эти приоритеты основываются. Вот, допустим, в Збурятии встречался Путин вчера, по-моему, с руководителем региона. И открывает книжечку и говорит, а вот странные какие-то вопросы мне поступили, там, из 10 миллионов этих вопросов по Бурятии. И мне это, это, это непонятно. Ну, по аналогии, я думаю, если Владимир Владимирович инкогнито уже с вопросами едет, которые у него находятся в папочке, я тогда двумя руками за, и наш барин едет, чтобы разобраться уже с озвученными какими-то темами. А темы наверняка были озвучены, и там аналитические центры их обозначили, и так далее, и там подобное. Теперь вопрос заключается в следующем. Он едет, это действительно для народа сделать, или едет для того, чтобы скорректировать поведение Васильева в предвыборном периоде, а дальше хоть трава. А вот вы скажите, для чего он едет? А я откуда знаю? Нигде, ничего не сказано. Я вам сейчас и рассказываю, я только могу фантазировать, я вот сижу сейчас и фантазирую, а зачем же он едет-то? Если вопросы, которые нами подняты, они должны уже быть озвучены, а вот я еду с этим, с этим, ну-ка, ребята, мне это покажите, правильно, да? А он не озвучивает. Если он едет теневым, тогда мне абсолютно понятно, ну, то есть он не озвучивает эти вопросы, аналитики ему их подготовили, он едет к Васильеву, они сядут тет-а-тет, да, глаза в глаза, поговорят, он скажет, давай-то, дорогой мой, для того, чтобы ты избрался, сделай вот это, вот это, консультационный процесс, да? Ну, думаю, что, скорее всего, второй вариант, думаю так, что это некая поездка ломовой лошади, которая должна, или ледокола, который должен пробить вот эту скалу льда, и, потому что отношение к Васильеву достаточно неоднозначное, прямо скажем, и вот эти, кто там, пиарщики у него работают, кроме внутреннего протеста, там, мы 100 километров дороги, мы 90 поликлиник, там, мы, блин, ну, парень, ну, опустись на землю, ну, что ты, елки зеленые, что ты, ты, это государственная программа, тебя бы не было, все равно бы это делалось, ну, что это такое, мы, 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 какая-то ерундистика идет, следовательно, вот, ледокол идет у нас, это Путин, и говорят, еще с Медведевым приедет, как лидером Единой России, ну, ну, что я скажу еще, у меня вопросов нет, чисто политический ад, для того, чтобы пролоббировать, сыграть на симпатиях к Путину, достаточно большой массы населения, поэтому, вот у меня, например, это кроме, ну, неприязни ко всей этой ситуации, ничего больше не вызывает. А попросить-то все-таки, что можно у него, по вашему мнению? Я думаю, что это вопрос не ко мне, а к Васильеву, он должен определить приоритеты, я бы не Васильев, я бы нашел, чего попросить, и сказал, не мешайте нам работать, дайте возможности, вон, реальным сектором заниматься, отдайте нам этот миллиард, на агломерацию, для того, чтобы мы пустили его не на свертывание реального сектора экономики, а на этого, и изменил бы саму систему подхода, который на сегодняшний день диктуется федеральным уровнем власти нашей территории. По сути, я пока, вот единственное, я вот это вот попросил, и достаточно, не надо нам денег давать, мы найдем деньги, инвесторы в очередь будут стоять, если мы будем реально заниматься делом, а не пилить бабло. Вот что я бы сказал, вот и все. Ну вот я думаю, что на этом надо закончить, вопросов у меня, конечно, к вам еще много, но время кончилось. Это было особое мнение депутата ОЗС 4-5 созывов, нашего постоянного спикера, эксперта Валерия Турула, спасибо вам за эфир. Вам спасибо, что решились пригласить, да? Эфир для вас вела Юлия Афанасьева, всего доброго, и до свидания. Особое мнение на 101FM